Приветствую вас, дорогие коллеги! Всегда рада с вами делиться своим опытом, знанием. И приятно, когда в аудитории столько людей, которые хотят развиваться, ищут способы и присутствуют. Итак, приступим к тому, вообще что такое письмо. Сейчас многие думают, среди молодёжи есть такая мысль, что это не так уж важно, что сейчас больше печатают на компьютере, больше печатного текста. Но всё-таки есть такая особенность. Пока человек пишет, это совершенно другая работа руки. И сейчас учёными доказано, что рука, когда работает, пособенно идёт импульс в головной мозг. И мы совершенно по-другому воспринимаем информацию. И письменная речь очень сильно отличается от разговорной речи тем, что мы пишем медленнее, чем думаем. И пока мы пишем, наша мысль кристаллизуется. И это имеет огромное значение. И в психологической практике есть куча разных упражнений, которые помогают в исцелении травматичных или каких-то сложных ситуаций с помощью письма. Есть такое понятие «автоматическое письмо», когда человек пишет, не думает, что приходит, но он не анализирует вот такое. Потому что рука, именно двигаясь от природы, влияет на функции мозга, нашей психики и так далее. Так что всё-таки, как бы ни наступала техника, и мы скоро не переходили бы на печатание двумя руками, на компьютер, на печатный текст, всё-таки письмо человеческое имеет большое значение и для развития детей в том числе. Главные вопросы относительно почерка детей. Вот сейчас много вопросов задают, а почему дети в наше время стали писать хуже? У них почерк более непонятный. Этому есть несколько причин. Считается, например, некоторые специалисты считают, что когда люди писали пером или хотя бы перьевой ручкой, вот я такую купила специально для своего племянника, чтобы пером писать, тут зависит от степени нажатия буквы. Современные ручки очень удобны, очень легки, но они не координируют степень нажатия. И вот эта дополнительная умственная нагрузка, отсутствие этой нагрузки влияет на качество почерка, казалось бы. Вот хотелось бы, чтобы облегчить, чтобы мозг не напрягался ещё и этим. Оказывается, это влияет отрицательно. Возможно, из-за того, что для тактильных ощущений нам нужно ещё ощущение веса, силы, нажима, напора. Вторая причина – это то, что мы очень быстро учим писать. У нас очень мало времени в школьной программе уделено письму, поэтому часто люди… Так, друзья мои, напишите, пожалуйста, для тех, у кого нет звука, чтобы обновили страницу, хорошо? Чтобы я не отвлекалась. И смотрите, что получается. Что когда мы раньше времени ребёнка учим письмо, учим до школы, это портит их руку. Почему? Потому что пальчики ещё не готовы. Не готовы к этому. Следующий вопрос распространённый – может ли отличник писать, как курица лапой? Может. Я помню, наш одноклассник, круглый отличник, самый лучший ученик, он так писал, что ну, вот возьми за голову и уходи. Ты ни разу бы не подумал, что это почерк отличника. Но, оказывается, бывает и так, то есть это разные функции головного мозга, и управление рукой работает. Возможно, сейчас, когда я уже изучила эту тему довольно глубоко, исследую, это меня очень сильно волнует, потому что у меня племянник в третьем классе, учится у него, почерк отвратительный. И сейчас я занимаюсь восстановлением его почерка, коррекцией, чтобы они лучше писали. Мальчики часто пишут коряво, вот пишите, друзья мои, я бы не сказала. У моего дяди, он был директором, почерк каллиграфический, это такая красота. Вот, то есть мальчик, девочка не имеет значения. Другое дело, что девочки более усидчивы, более терпеливы. И в чем, почему так получается? Ну, будем сегодня исследовать и смотреть. И как можно исправить почерк у ребенка? Вот, этому будет уделено особое внимание. Как я сказала сама, я сейчас занимаюсь этим, что помогаю племяннику в третьем классе исправить почерк. Идет пока с трудом, но работаем в этом направлении. А вообще, что такое хороший почерк? Есть два критерия. Для того, кто читает, и для того, кто пишет. Для того, кто читает, важно, чтобы эстетично выглядел. А что такое эстетичность? Когда размеры рук одинаковые, когда легко читается, ты не путаешься, так не смотришь, это буква «Л» или «И». Да, смотришь, и все понятно. А для тех, кто сам пишет, для них важно, чтобы рука не уставала, не уставала. И в дальнейшем смогла нарастись такую скорость, чтобы писать лекции и так далее. Я смотрю вопрос, стоит ли менять ребенку руку, если он пишет левой. Друзья мои, никоим образом. Единственное, что вы можете помочь, вы можете ему научить писать и левой, и правой. Кстати, расскажу казус, у меня произошел в прошлом году. На уроке открываю тетрадь у девочки, проверяю, и смотрю, что там разные почерки. Я говорю, милая моя, почему в твоей пятной тетради кто-то другой пишет? Говорит, нет, это я пишу. У меня, я вижу, что ребенок действительно, девочка в шестом классе, она очень так сильно взволновалась. Говорю, а какой рукой ты пишешь? Говорит, я вообще-то левша. Говорит, правый тоже пишешь? Да. И она при мне написала. Это почерки совершенно разных людей. Казалось бы, но это один и тот же человек. Если мы сможем помочь ему быть амбидекстром, может быть, но запрещать писать левой нежелательно. Есть тонкости, как писать левой рукой. Об этом расскажем. А почему плохо? Потому что, когда мы говорим, нельзя писать левой, надо писать правой, ребенок чувствует, что он какой-то не такой. Это оставляет глубокий психологический след, делает его более неуверенным, намного более уязвимым. Потому что, как мы сказали, когда мы пишем, у нас мозг работает. Когда мы пишем левой рукой, у нас это управляется правой частью мозга, образным видением. Когда мы пишем правой рукой, то это работает левое полушарие мозга, которое отвечает за логическое мышление. Почему больше, например, левшей встречаются среди товарцов, людей творческих специальностей, художников, музыкантов и так далее. А именно потому в спорте иногда это выгодное преимущество, когда соперник у тебя правша, а ты левша, он не ожидает у тебя такой прыти с левой стороны, а ты проявляешь. То есть это можно использовать. Да, давно уже никто никого не переучивается. И левши могут так же красиво писать. Главное, чтобы они не уставали. Ни рука, ни мозг. Вот. Это для того, кто пишет, это очень важно. И в дальнейшем, чтобы перевести в автоматизм. Что такое автоматизм? Мы с вами, когда пишем, взрослые люди, мы не думаем, как писать, как связки делать. Мы вообще этих связок не пишем. Кстати, я очень против многих связок в русской письменности. Почему? Потому что они слишком нагружают мозг человека. И большинство людей, окончив школу, там уже в седьмом, восьмом классе, если мы видим письмо, у большинства эти ненужные связки сами собой отпадают. Вот, получается. То есть, их придумали для того, чтобы было легче довести до автоматизма. Они мешают. Идем дальше. А что из себя представляет процесс письма? Во-первых, идет перекодировка фонемы в графему. Немножко вот такие научные слова, термины. Звук мы переводим в букву. Вот я говорю, это звуки. Слова состоят из звуков. Вначале было устное слово, и лишь только потом начали писать, если мы возьмем историю развития человечества. И, во-первых, мы представляем, что в слове слово есть буквы. Звуки превращаются в буквы С, Л, О, В, О. Это еще легко. А, например, в слове молоко я говорю А, звук А, но пишется О. Мозг переводит этот звук в другую букву. В разных языках, в разных вещах есть такие вот эти ударные, проверяемые, согласные, гласные, которые мозг должен анализировать. Это работа мозга. Дальше зрительное представление буквы. Я говорю, то, что мы делаем на автомате, мы проходили эти этапы. Но сейчас ребенок только-только проходит, и ему сложно. И что делает? Он зрительно представляет, а как выглядит буква А. Буква О, буква Б. Прежде чем вывести на бумаге, он мысленно видит эту букву. Дальше мысленно составляет части буквы. Например, буква А состоит из двух элементов. Овал и вот эта штучка с хвостиком. Элемент. Он мысленно представляет и начинает писать. Из памяти он вытаскивает и сравнивает с эталоном. А как там было написано? Откуда начать? Как делать? Дальше координирует руку и само письмо. Вот здесь очень важная часть идет, о которой мы поговорим в дальнейшем. Координация моторики и письмо. Если мы смотрим, нам уже с высоты своего жизненного опыта кажется, что взял, написал что-то такого сложного. Но прежде чем перейти в этот уровень автоматизма, наш мозг делает огромную работу. И от этого ребенок, конечно же, устает. Очень сильно устает. Поэтому занятия с письмом должны быть недолгие, короткие, до того, как устанет мозг ребенка. Не рука. Рука может не устать, мозг устанет. А если рука устает, значит, у него неправильная постановка руки. Об этом мы говорим. И получается, что навык письма – это, по сути, автоматическое умение переводить звук в знаковую систему и в воспроизведение. Все. Казалось, проще вам паренной репы, да? Проще простого. Но вот такие элементы. И когда уже становится письмо до того, как оно станет автоматическим, идет несколько этапов. Дети уже знают буквы, умеют писать буквы, но они вначале аналитически фиксируют внимание каждому элементу, поэтапный анализ элемента. Дальше синтетически связанное выполнение отдельных элементов с сохранением фиксированного внимания к качеству письма. То есть первые еще качества письма еще в голове сидит, надо красиво писать, надо правильно писать, да? И при этом связывают. И автоматизация – это когда уже целостное выполнение действия, при этом снижается внимание и контроль. Это как водитель. Водитель со стажем, вы можете с ним разговаривать, он автоматом переключает скорости, педали нажимает, он не задумывается, какую педаль сейчас нажать. А водитель, который только-только учится, он просто вклеивается в эту рулю, сейчас вот эту педаль, потом вот эту. Нет, 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 не так, порядок другой, да? Сейчас хотя автоматические автомобили уже, вот этот конус, тормоз, газ не путаются. Недавно произошел несчастный случай, это просто удивительный, шокирующий случай в моем городе, когда 70-летняя женщина, 75 лет, научилась водить машину, чтобы больного мужа переводить в больницу, хотя в такси это было бы значительно дешевле, переехала в другой пенсионерку. Почему? Скорее всего, не со злости, конечно же, добрый человек, зачем ей это грех на душу. А во время вождения перепутала, какую педаль нажать, тормоз или газ. И вот, то есть это очень серьезный такой навык, который автоматизируется со временем и идет нарастание опыта не сразу. Аналитические, синтетические автоматизации. Перескочить эти этапы просто невозможно. Какие же когниативные функции обеспечивает процесс письма? Друзья мои, вам не скучно от того, что я рассказываю? Смотрите, эти элементы рассказываю я для того, чтобы мы немножко вошли в роль ребенка, чтобы мы понимали, через что он проходит. Потому что с годами мы забыли, мы даже не помним, через какие мучения и мыторства мы сами проходили, когда делали первые действия. И вот наша задача – сделать так, чтобы детям было комфортно, ненапряжно, приятно проходить. И тогда результативность будет значительно выше. Во-первых, развитие речи. Мы понимаем, что мы говорим разными словами. Кстати, сейчас, понимая своего собственного первоклассника, вот я сейчас открываю учебники моего племянника, и мне очень некомфортно от того, что он читает. Я очень уважительно отношусь к произведениям Тургенева, Некрасова, наших классических писателей, тех, которые писали лет сто назад, сто пятьдесят, вести. Это, несомненно, гений, великие люди, на ком можно учиться. Но язык, слова, которые они употребляют, они давно вышли из употребления. Или употребляются совершенно в другом ракурсе, по-другому строятся предложения, по-другому высказываются те же самые мысли. Если сейчас взрослый человек начнёт говорить такие слова, ему скажут, ты что, безграмотный? Почему? Потому что изменилось время. И это создаёт дополнительную нагрузку на детей. Иногда, и что самое интересное, мимо ушей, мимо внимания детей утекают современные поэты и писатели. Современных в учебном материале очень мало. Я считаю, недостаточно. Считаю, что там есть дополнительные литературы и так далее. Но это тоже нагрузка. Потому что, когда в третьем классе дают читать 8-9 страниц к уроку, это слишком много. Это напрягает. Это действительно напрягает. А если ребёнок устает, тогда что он делает? Он отнекивается, он не хочет уже делать. То же самое и с письмом. Так, вернёмся к теме. Здесь уже произвольная регуляция деятельности. Что такое произвольное? Когда мы включаем силу воли, чтобы сделать что-то. Не хочу, а надо. Да, вот это ненавистное слово «надо», которое мы детям всё время говорим. А надо. Да. Надо. И они начинают управлять своим вниманием, своим действием, концентрируют своё внимание. И здесь идёт избирательное внимание, чтобы не отвлекаться на постороннее, а только концентрировать своё внимание на дальнем действии. Дальше, восприятие дифференцированное, помехоустойчивое, константность – это разные параметры, потому что мы смотрим и воспринимаем. Мы можем вокруг увидеть много вещей, но не воспринимать это. Оно проходит мимо нашего внимания, мимо нашей памяти, потому что нет анализаторов, нет каких-то опорных элементов, которые входят в зону моего интереса, которые позволяют мне заметить. Да, почему отличается слово... Ой, прошу прощения, друзья мои. Чем отличается слово «слушать» и «слышать»? Можно слушать, но ничего не слышать. Это мы часто так с детьми говорим, да-да, конечно, как интересно, а спросить что мы даже не услышали. Вот это и есть. Благодарю, друзья мои. Зрительно-пространственное восприятие, зрительная память, контроль, рабочая память, зрительно-моторные координации, фиксация позы, туловище, нервно-мышечная интеграция, звукобуквенный анализ. И смотрите, вторым пунктом у нас было фонетическое восприятие. Недавно я спрашивала у учителей младших классов с большим опытом, не молодых, а те, которые работали по старым программам, по новым программам. Я спрашиваю, ведь у вас уже в первом-втором классе идет фонетический разбор слова. И этому уделяется очень большое внимание. Мне показалось, что это все-таки перешло, это не русское, это перешло с английского, потому что там одну букву пишешь, совершенно одна написана, другая читается в разных контекстах. Или три буквы написаны, а ты читаешь только одну, вот эти буквы сочетания. Мне вот было такое подозрение. И говорю, скажите, а это как-нибудь глубокое изучение фонетики с начальных классов как-нибудь повлияло на качество изучения русского языка? И несколько человек мне сказали, да, повлияло, оно ухудшилось, значительно ухудшилось, потому что мы взяли и использовали нечто такое, что в нашей речи не так уж сильно важно. У нас все-таки больше слов проверяются. Мы проверяем, да, корень ударения, используя однородные слова, мы получаем однокоренные слова или похожие слова, используя определенные правила, именно правила. Мы это понимаем. И вот это фонетическое восприятие, которое начинают прямо с младших классов, больше вносит путаницы. Есть еще такая вещь – возрастная зрелость базовых познавательных функций. Я вначале сказала, что очень опасно, когда детей начинают раньше времени писать. Это исследование сделала не я, это Марина Безруких, которая имеет целые тома учебников, книг касательно постановки почерка, как это делать, что делать. Говорит, она в идеале семь с половиной, восемь лет начать писать. Но у нас же дети шесть с половиной уже ходят. Почему? Потому что тогда уже укрепляются фаланги пальчиков. Они достаточно стали крепкими, чтобы правильно держать ручку. Правильно держать ручку. И вот давайте посмотрим, что же происходит. В пять-шесть лет у ребенка начинает базовая функция внимания. Он может концентрировать свое внимание на чем-то осознанно. Не автоматом, потому что вот сейчас берут тикток, или картинки меняются, они сами привлекают. Это непроизвольное внимание. А произвольное внимание – это в пять-шесть. Изобразительное внимание, зрительное восприятие, когда начинает воспринимать. Вот маленькие дети рисуют кракозябру какую-то, говорят, это мама, это папа, это сосед. Мы смотрим, говорю, и как он это видит, как он это различает, с чем. А почему я на такую кракозябру похожа? Ну, это нормально. Потому что у него другое восприятие. И пока это восприятие соотношения, разниц нет, для него это очень похоже. И в этом этапе, кстати, нам нельзя никаким образом детям делать замечание, что это не похоже. Надо сказать, как же похоже. Почему? Потому что мозг должен воспринимать реакцию, что он молодец, что он может. А как только мы вносим сомнения в сферу уверенности в себя, ребенку, мы очень сильно мешаем его развитию. Дальше, смотрите, идет зрительная память, рабочая память, фонетика, фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ и произвольная регуляция деятельности и изобразительное внимание. Смотрите, оно устанавливается к восьми годам. У кого к шести, у кого к восьми. А буква – это изобразительное внимание. Это произвольная регуляция деятельности, когда он усидчивый становится, начинает садиться. И будем иметь в виду, что у мальчиков это идет позднее. Почему, вот, говорю, у мальчиков почерк плохой, больше у девочек хороший. Потому что мы прекрасно знаем, что в этом возрасте девочки взрослеют где-то на полгода раньше, чем мальчики. В дальнейшем эта разница уже догоняется. К окончанию школы они еще разница есть в целый год, даже больше. Постепенно дозревают. Это особенность развития головного мозга. И тут больше, конечно же, страдают мальчики. Иногда дети, вот я слышала отзывы учителей, вот говорят, если ребенок рано пошел в школу, и рано научил изучать что-то, часто у них пропущены какие-то этапы. Они не понимают, хотя проходили. Почему мозг был не готов к восприятию этой информации, и она прошла мимо, не осталась в памяти, не зафиксировалась. И начинаем уже к практике. У нас есть дописьменный период обучения элементов, о владении письмом и автоматическое письмо. Сейчас мы поговорим как раз о дописьменном периоде, как мы готовим ребенку к письму. Во-первых, мы делаем упражнения для крупной моторики. Сейчас дальше будут практические упражнения, которые вы можете прямо сразу после вебинара взять и попробовать с ребятами. Движение кистями рук. Хотя мы пишем вроде бы... У нас же не пальцы пишут, пальцы держат, а пишет кисть. А выводит, Б выводит. Так вот вначале любую букву лучше писать вот в большом воздухе руками. А, буква А, Б, да, печатные. И прописные тоже. В воздухе мы несколько раз проводим большими, крупными, широкими жестами. Мозг приучается к форме, пока мы несколько раз повторяем. Он запоминает порядок действий, порядок элементов. И есть многие прописи, например, у Соболевой есть прекрасные прописи, где буквы начинаются большими, несколько на строчке, потом средними, и только в конце оригинальный размер, который требуется для письма, где там 4-5 миллиметров. Общая физическая активность. Кинезиологи обнаружили, сейчас есть специальное направление, образовательная кинезиология. Что чем более активны дети, что те дети, которые во время перемены бегают, прыгают, скачут, не знают, что делают, у них мозг лучше работает на уроке. Они лучше воспринимают информацию. Почему? Потому что у нас развитие головного мозга идет через действия, активные действия физические, всего тела. То есть тот, кто вот так ровно сидит и все слушает, даже на перемене, да, не обязательные, они так... С ними удобно, с ними комфортно. Но насколько они глубоко воспринимают информацию, большой секрет. А те, которые прыгают и бегают, и нам очень мешают на переменах своими криками и шумом, вот эти дети, им легче учиться. И это обнаружила один из психологов, работая в школе, и начал развивать те упражнения, понимая, а что же это, какие упражнения конкретно, какая деятельность помогает. Так возникла наука, образовательная кинезиология, и дальше еще и нейропсихология. Что такое нейропсихология? Это обычная физическая активность детей. Лазание по дереву, по канатам, не знаю, прыг, скок, куда угодно, падать по 150 раз в день. Да, они учат, приучаясь к своему телу, и через эту телесную активность развивается мозг. Дальше. Развитие визуально-пространственного восприятия. Часто у детей проблемы с тем, что они в пространстве не воспринимают размеры, соотношения. Для этого делаются простые тоже упражнения, очень много прописей, которые мы берем и используем. Развитие слухового восприятия, чтобы выделить эти буквы, распознать, с какой буквы начинается это слово, а потом вторая буква какая, третья, потому что из-за этой путаницы они могут переместить буквы местами. Если в слове ребенок путает порядок букв, это значит, у него проблемы именно со слуховым восприятием, и надо работать в этом направлении. И концентрация внимания, когда он может 3 минуты, 2 минуты, 5 минут сконцентрироваться и сделать одно действие, потом расслабиваться и еще во второй раз сконцентрировался. Поэтому задание мы даем небольшими, маленькими блоками. Сделал, переместился, отдохнул еще раз. Есть превосходные упражнения со стаканчиками. Сейчас очень много. Вместе, которые берут эти стаканчики, стучат снизу, сверху. Это великолепные ритмические упражнения, которые очень помогают детям развиваться, чувствовать ритм. А вот тут такие вот упражнения. Два стаканчика. Один на один ставится бумага. И второй. Задача вытянуть бумажку таким образом, чтобы стакан впал в нижний, не выпал, не упал по бокам, по сторонам, а прямо прошел дальше. Что для этого нужно? Ребенок делает, не получается. Второй, третий. Ему азартно, ему интересно. И важно, когда вы делаете, вместе смейтесь. Больше смеяться надо, потому что, когда у ребенка не получается, он начинает обижаться. А потом чуть-чуть подсказывайте. А давай побыстрее. Быстрее. И еще, если бумажку чуть вверх потянуть, упадет. Значит, надо выровнять и прямо ровно вытащить, горизонтально. Тогда падает. Следующее упражнение. Мы перевернули стаканчик один, а сверху держим и бросаем, чтобы он пал туда. Вроде бы не сложное упражнение, но оно требует конкретной координации, сосредоточиться, посмотреть, соотнести в пространстве размеры. Мы прямо над чашкой держим, влево-право чуть криво косы или нет. То есть это прямо на практике развивает образное мышление, видение, визуальную память, визуальное восприятие. Следующее упражнение с дыханием связано. Дыхание мы понимаем тоже очень важную роль играет. Берем стаканчики с помощью не руками, а с помощью воздушного шарика. Взяли, надули, просунули туда и надули воздух. Шарик опух, взял, и мы тогда берем, перекладываем в другую чашку и только тогда выпускаем воздух. Если мы выпустим воздух раньше времени, то стакан упадет, не дойдет до места. То есть таким образом мы координируем, помогаем ребенку научиться координировать крупную моторику, свое тело, свое дыхание, все эти элементы. А поскольку это сопровождается смехом, то это очень хорошо. Например, вот немножко написали, и давайте сделаем такое упражнение. Если эти стаканчики, например, у них на парте, они раз-два сделали и подошли в уголочек. Сделали, опять сели, продолжили писать. С перерывами. В школе не знаю, насколько это удобно учителю сделать, когда ограниченное время, но в садике, в подготовительных курсах, классах делать вот такие упражнения, они очень сильно рекомендуются. Вот из кинезиологических упражнений. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Мы вначале говорим и показываем. Это упражнение на первом этапе прямо по порядку делаем. Раз-десять. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. И ребенку также показываем. Во второй-третий день повторения, говорю, а теперь будьте внимательны, будем менять порядок. Кулак, ладонь, ребро. Меняем порядок слов. И они пытаются это делать. Медленно делаем. Они должны соотнести слово с визуальным образом. Вот это непосредственно помогает именно сконцентрировать свое внимание к слову, а потом к действию. Они же должны слово разобрать по буквам и писать, а мы вот таким образом концентрируем. Следующий этап уже, когда несколько дней они поиграли вот в эту игру, мы начинаем делать обманку. Мы шутим. Говорим кулак, показываем ребро. Говорим ладонь, показываем кулак. А ребенок должен отличить слово и отвлечь свое внимание от визуального образа. Это уже более серьезное развитие. И нужно приступить к этому уже, может быть, через неделю, через две недели. Упражнение Лизькинка. Вот взяли одну руку прямо, другую вот так. И меняем. Детям на начальном этапе будет это сложно. Поэтому что мы делаем? Одну руку взяли, поиграли. Поиграли. Вот так. Вот так. Теперь другую взяли. При этом здесь важно, чтобы палец был собран. А вот здесь палец открывается. Собран, открывается, собран, открывается. Потом мы берем и соотносим. Вот так. Раз, два. Ой, я уже путаю. Видите? Так. Я смотрю на экран и путаю. Дальше пойдет быстрее. Очень хорош также упражнение. Вот взяли большой палец за мизинчик. Вот так. И тоже поднимаемся вверх. Нам кажется, это легко, но на каком-то этапе это сложно. И прежде чем писать, мы вот так играем. И если у нас что-то не получается, мы не говорим, ой, у тебя не получилось. Ага-га-га. Смеемся. Переводите обязательно в смех, потому что смех дает положительные реакции. И если у ребенка что-то будет не получаться, он не будет сердиться, он не будет бить рукой по столу, не будет говорить, я неудачник, у меня ничего не получится. А мы шутим. Шутим. И учитель тоже сам делая с детьми, может делать ошибку и посмеяться над собой. Это юмор потрясающую силу имеет. Вот зайчик, зайка, коза, вилка. Тоже меняем вот это. Фонарики. Фонарик поток, фонарик зажегся. Потом меняем. Можем краски показывать, знаки какие-то показывать. И дети должны менять руки, формы такие. Следующие еще пальчиковые игры, которые очень часто используют логопеды, это когда говорят стихи, есть связанный текст, и в этом тексте мы показываем действие. Молоточком я стучу, дом построить я хочу. Строю я высокий дом, поднимают руки высоко. Буду жить я в доме том. Вот, пожалуйста, или другое. Вот эти пальчиковые игры делаются раньше кинезиологических, раньше тех. Почему? Потому что здесь образы вполне понятные. Молоток похож на это? Да, похож на это. Дальше. Дом построить, а это крыша дома. Вот прямая-прямая крыша. Можно пальчики расслабленно делать, а можно вот так вытянуть. По-разному менять. И дом, и потянулись выше. Пожалуйста, крупная моторика работает. Дальше делаем упражнение на мелкую моторику. Взяли рисунок, нарисовали карандашиком, и давай, вот гречка и рис, и, пожалуйста, и желтая крупа. У нас пшено получилось, снеговик с метлой. Потому что каждую рисеньку, каждую вот это надо туда ставить, и идёт массаж пальчиков. Или взять, к примеру, вот палочками, эти математические палочки счётные, ими можно построить ракету. Взять пальчиками эти тонненькие и поставить на место. А ещё и взять спичечку. Это тоже. И координировать вот так, чтобы линия получилась прямая. А вот чтобы вот этот кончик и этот совпал, примитивное, казалось бы, действие, но оно требует определённой сноровки, определённого внимания. Дети с удовольствием это будут делать. Скажите, друзья мои, а вы эти упражнения какие-нибудь подобные делаете в своей практике? Мне интересно вообще, а какие практики вы делаете для того, чтобы помочь детям лучше писать? Да. Гречка. Ага. А что используете? Может, что-то другое ещё? Интересно. Что больше влияет? Есть очень хорошее. Кулак, ребро, ладонь. Прекрасно. Ещё есть такая техника, когда пластилин наносят, а потом на неё вот это вставляем, эти пластилиновые мультики. Великолепно. Великолепно. Ага. Следующий этап – постановка руки для письма. Например, когда дети идут в музыкальную школу. Ага. Разные игры. Прекрасно, прекрасно. Я рада, что вы это всё делаете. Буквы из верёвочек. Тоже очень интересно, потому что тут верёвочка, она тоненькая, надо всё это координировать, действие, да. И ты берёшь, и внимание за ниткой идёт. Как эта нитка, верёвочка меняется. Прекрасно. Прекрасно. Постановка руки для пианистов, скрипачей. Первые несколько месяцев обращают внимание только на постановку руки. Да, рука круглая, расслаблена. Вот расслабили руку и взяли, да, и как будто здесь яблочко. И так играют пианисты, так играют скрипачи, так играют фалитисты. У них рука, вот в расслабленном виде, какая она? Вот так и ложится на инструмент. Почему? Потому что, когда придёт время, надо набрать скорость и быстро это делать, и на скрипке, чтобы пальчики побежали. Нужно, чтобы рука не уставала. Потому что, если в теле напряжение, то это они не смогут сыграть сложные пассажи. Выкладываем буквы из пуговицы синего, красного и зелёного цвета. Да, наверное, уже определяются, да, прямо гласные, эти звонкие, глухие буквы, мягкие. Отлично. Из пуговиц тоже можно выбрать. Очень хорошая такая техника. Буду иметь в виду. Итак, на этом этапе правильно брать ручку самое важное. Расслабляем руку, трясём. Берём двумя пальчиками, указательным и большим. А потом ручка легонечко садится на средний палец. Вот. И мы начинаем писать вначале в воздухе. Пишем всем локтем. А потом, а теперь вот рукой, гибко, кистью, пожалуйста, кистью пишите. Мы направляем. И они начинают кистью писать. То есть важно, чтобы рука не цеплялась вот так, прямо вот. Нет, легко. Именно из-за того, что мы не обращаем внимания на вот эту естественную лёгкость, дети держат вот так, вот так. В шестом классе, в седьмом классе, да в девятом девочка участвует на Олимпиаде и пишет вот так. Ну как можно вот так писать быстро? Неверно. И это создаёт... Или вот такое. Поэтому на начальном этапе, а этот начальный этап, скорее всего, начинается в подготовке к школе на курсах, мы учим правильно держать ручку. Вот вопрос был про левшей. Смотрите, если мы смотрим на этот рисунок, пишешь левой рукой, и ты пишешь правой рукой. Отличается. Чем отличается? Левши должны держать... Им удобнее держать ручку не на кончике, а глубже. Глубже. Почему? Потому что, когда они пишут, они рукой прикрывают текст. И важно видеть, что там идёт. Поэтому вначале мы показываем, как правильно держать ручку. Они наслаждаются этим процессом, линию проводят. Потом зигзаги пишут этой ручкой. В воздухе. В воздухе, друзья мои. И когда начинаем уже делать на бумаге, мы не позволяем им делать как-то по-другому. Некоторые учителя в интернете, мы видим, рекомендуют, вот возьмите бумагу, ставьте сюда, чтобы эти пальчики правильно были. Друзья мои, это не помогает. Это дополнительные напряжения. Если я буду держать эту салфетку, чтобы она не напряглась, у меня напрягается плечевой сустав. Вот попробуйте сейчас. А нужно, чтобы рука была лёгкая, 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 лёгкая. И она начнёт писать. Естественно, ни одного напряжного движения не должно быть. А как только начинаем графическое задание, уже в первом классе, каждый раз перед началом, правильно мы взяли ручку, милые ребята, давайте возьмём. Правильно ли мы держим? Вспомним, как мы должны держать. Указа, рука расслабилась, взяли указательный мы большин и положили на средний пальчик. Теперь в воздухе написали, как красиво наша рука движется, пишет. А теперь начали писать. И тогда, когда постановке руки уделяется достаточно времени, ребёнок не напрягается. Больше шансов, что это письмо будет хорошего качества. Вот, приходят в пять лет кулаком. Да, в пять лет они кулаком держат. Это нормально. Поэтому, смотрите, в дописьменный период они пишут печатные буквы. И мы не позволяем писать курсивом до определённого возраста. Давайте хотя бы в шесть с половиной лет потерпите, только тогда начните писать курсивом. А вначале важно, вот взяли-взяли, хорошо, смотри, а давай-ка посмотрим, как клювиком можно взять карандашик. И они тогда начинают по-другому писать. Вот смотри, ты уже взрослый. Да, а взрослые как держат. Вот так держат. Можно начинать с каких-то игр, постепенно от этого перевести сюда. Да, в пять лет это нормально, в четыре-пять лет, когда они кулаком вот так и держат для этого возраста. Но вот печатные буквы, они рисуют. Почему печатные буквы можно, а курсивом нельзя? Потому что скорость они не набирают на печатном. Скорость не набирают, когда пишут письменно, письменными буквами, да, курсивом. А вот этот первый этап мы переучиваем тоже очень мягко, настолько гладко. И даже можно придумать какую-нибудь сказку, при котором они воспринимают, как это высочайшее доверие. пришла ручка, рассказали какую-то историю, она волшебная, но действует она только в том случае, её правильно возьмут, потому что его должны обнять вот эти пальчики, и тогда она делает красивые какие-то вещи, а когда его держат вот так, она превращается, ну, что-то другое. То есть можно придумать сказку, придумывайте, для того, чтобы это переучивание проходило в мягкой форме, ребёнок сам захотел правильно держать. Как выбрать ручку? Ну, вот мы здесь видим три ручки. Во-первых, очень важно, чтобы ручки были тоненькие, 8-9 миллиметров, пальчиками, даже маленькие, не скользящая поверхность, и очень хорошо, если это трёхгранные. Вот ручки, которые мы видим, они вот, жёлтые и вот синие спереди, прямая, они трёхгранные, но жёлтые наверху не очень удобно. Почему? Потому что нет ограничителя. У меня племянник, когда взял эту ручку, если обратите внимание, вот здесь есть ограничитель, пальцы идут, и вот эта расширяющая полоска, вот расширяющая полоска, видите, она не позволяет, чтобы пальцы ушли вперёд дальше. Он говорит, у меня застревают, и не даёт пальцам идти дальше. Ему это комфортнее. Ещё есть эта нескользящая поверхность. Так что синяя ручка более удобная. Вот третья ручка, с таким крюком, это ручка для левшей. Насколько это удобно, я не знаю. И вот есть накладные рыбки на ручку. Знаете, сколько детей я предлагала им, они его отталкивают. Эта рыбка создаёт дополнительное напряжение в руке. Не знаю, если вам помогает, делайте, но по мне, ну, мой опыт показывает, что это не очень хорошая затея. Да, такой маркетинговый прекрасный ход. Но насколько это помогает, не в курсе. Но обращаем внимание вот на эти два момента. Да, почему удобны трёхгранные? Потому что на каждый пальчик попадает одна грань. Когда шестигранные, дети иногда вот нажимают, и тогда на пальцах остаются эти следы и войны. А здесь они не нажимают, и легко ставятся пальчики, и опираются на третий. Как бы они все на своём месте. Хочешь, не хочешь, они выходят на свои места. На круглом могут слишком вот здесь слипнуться, здесь как-то по-другому. А когда вот треугольные, трёхгранные такая, то легко получается. Вот. Можно научить ребёнка правильно держать карандаш, когда он начинает рисовать и раскрашивать. Это более ранний возраст. Два-три года. А, смотрите, когда он начинает только первый раз берёт карандаши, ему важно, да хоть как угодно, взять лишь бы эту линию, прочертить. А следующий этап, когда мы уже даём раскрашивать, кулаком ему сложно будет. И если мы научим с этого этапа более или менее правильно держать ручку, то это уже хорошо. Но писать курсивом, опять же, не рекомендуется. Почему? Потому что, смотрите, в 5-6 лет что происходило? Ребёнка развивается образное восприятие, и в 2-3 года он ещё не понимает, что он неровно пишет, или у него есть какие-то дефекты. Эти дефекты часто они не понимают. Им кажется, что это норма. Мозг привыкает к тому, что вот эти кривые буквы – это норма. И в дальнейшем, что вы не показываете, у них вот это, как у нас есть сейчас такая рекламная слепота, реклама идёт, вы не замечаете. Точно так же они кривые буквы, не замечают, что это криво. Им кажется, всё отлично. Но что-то такое, нормально же. Да? Поэтому, когда они начинают раскрашивать и рисовать, да, можно постепенно даём карандашик и говорим, а давай-ка попробуй, а давай-ка посмотрим. А хочешь знать, как взрослые люди или как волшебный художник делает? Так, как ребёнку левше надо ложить? То же самое. Вот левая рука берёт двумя пальчиками и укладывает на средний палец. Единственное, мы уже не закончив держим, а чуть глубже. Глубже, да, видно? Вот так. Если обычной рукой мы держим так, то здесь глубже, чтобы он видел, что он пишет. Потому что, когда пишет, он делает. Ложить тетрадь на бок, наискосок. И сам может он немножко под углом садиться, чтобы ему было удобно. Вы знаете как? А ребёнку дайте и скажите, а давай, Нэнди, как тебе удобно держать? А давай посмотрим в тетради, как тебе удобно. Можете даже вот эти, есть маленькие маркерные доски, на которых можно писать, стирать и так далее. А давай здесь делаем, как тебе удобно. Пусть он сам находит себе комфортное положение. Вы предложите так, а давай вот так, а давай вот так. И тогда опытным путём он найдёт то, что ему нужно. Это будет как раз то, что рекомендуют взрослые. Но зато он будет знать, что он сам выбрал. А в детском возрасте понимание того, что я сам выбираю, я в состоянии это сделать, имеет огромнейшее значение. Вы можете даже сказать, смотри, вот здесь как красиво получилось. А под каким углом? Вот видишь, здесь у тебя ровнее получилось. Кстати, вот когда дети пишут, уже пишут, и у них там плохо ли, хорошо ли, надо обращать внимание на конкретные детали. Если говоришь, ты некрасиво пишешь, пиши красиво, будь внимательный, это никак не помогает. Так, я делаю образец буквы в тетради для левши не с левой стороны, а с правой, тогда он не закрывает образец. Да, да, вот образец писать с правой стороны, Елена Иванова, это потрясающе. Это действительно, он постоянно его видит. Он смотрит на образец и с этой стороны пишет. Очень хорошая находка, действительно используете, великолепно. Этап, этапы разучивания буквы. Визуальные, звуковые, пишем в воздухе, это как бы резюмируем, да, воспроизводим образ буквы в памяти и записываем рукой. Уже вначале немножко побольше, хоть на маркерной доске, а потом уже поменьше. Итак, рассмотрим, почему же у детей плохой почерк. Раннее обучение к курсивному письму, неправильное держание ручки, еще третий, неразрывное письмо. Вот смотрите, когда вы наблюдаете, как дети, сейчас последние годы, вот это идет, неразрывное письмо, чтобы довести до автоматизма. Вот он написал букву А, дальше должен написать букву Б. Букву Б он должен написать. И что он делает? Это А думает, так, а как сейчас мне соединить его с Б? Он остановился, и во время этой остановки у него рука вот так шатается, и он не знает, снять ручку и ввести этот полукруг туда повторно, и еще и так далее. Для нашего мозга естественно сделать движение, остановиться, потом сделать другое. Намного меньше он напрягается. Если он написал А, закончил, секунду, он еще не пришел, идет перезвонит у меня в вебинар. Так, все, выключаем звук, это не мой телефон, это телефон племянника, поэтому надо было ответить. Все, неразрывное письмо очень сильно нам мешает. Почему? Потому что перенапрягается мозг. Естественнее написать А, оторвать ручку и сделать вот эту палочку. После этого очень хорошо сделать букву Б. Причем вот эти связки, когда у меня, у моего племянника какая проблема? Он пишет вот эту букву И, потом ему надо написать Г, он делает связку, а потом связывает Г. То есть для связки он делает каждый раз после каждой буквы отдельную дополнительную связку. И эта связка, конечно, связывается неровно, еще хуже, напрягает мозг, делает некрасивым, создает такое отношение. Что мы делаем? Мы говорим. Вот когда ты написал букву И, вот эта ножка должна подняться до середины буквы, тогда следующая буква само собой ложится и связывается на эту частицу. Это раз. Дальше мы объясняем ребенку. Давай посмотрим, что такое красивая буква. Красивая буква, когда она опирается на строчку и вверх тоже заканчивается равномерно. Ни выше, ни ниже. Если они ровно попадают вот в эти две линии, это уже красиво. Следующий принцип это параллельность. Букву И можно писать вот так параллельно, а можно вот так написать или вот так. То есть мы показываем, что красота – это когда элементы ложатся параллельно. И если эти конкретные, маленькие детали, принципы мы проследили, то почерк улучшается. Поэтому даются отдельные упражнения. Можно вот эту частичку от ИШ делать хоть целую строчку рядышком, не отрывая отдельные буквы, а прямо вот это движение продолжать дальше, чтобы они связывались. Тогда ребенок легко приучается к этой связке, потому что у всех букв вот эта связка, она есть. А, У, И, Ш, Т, Г. А дальше можно Г сделать и продолжить это Г. И он делает это играючи, как вот такой узорчик. Большое или маленькое. Следующее. Образец. Хорошо ребенку иметь перед глазами образец. На первом этапе, чтобы он не напрягался, что откуда начинается, где продолжается. Он посмотрел, сделал. Постепенно, после определенного количества повторений, это сядет в голову. Он не будет об этом задумываться. У него пойдет. Но зато это напоминание о том, что буква начинается отсюда и заканчиваем туда, и никак иначе. Иначе он берет вот Б здесь и внизу оканчивает. Или вот так, и вот как-то так. А Б начинается снизу вверх. Или другие движения. Вот эти движения должны быть конкретными и четкими. Вначале ребенок осваивает элементы, потом эти элементы связывает в букву. А вот плавное написание, неразрывное, получается только на том этапе, когда у нас автоматическое письмо. Ну, как я начал с племянником работать? Во-первых, мы начали элементы отдельно делать. Дальше теперь он каждую букву отдельно пишет. Отрывает ручку, думает следующую и пишет. Отрывает ручку. Ему нет запрета не отрывать. Дальше на следующем этапе я говорю. Давай посмотрим вот эти, например, в слове три-четыре буквы. Шишка. Смотри. Ш, И, Ш. Само собой подчиняется К. И вот тут мы только руку оторвали. А давай напишем шиш. Шаг. То есть это буквы, которые автоматом ложатся, связаны. И он начинает вот эти несколько букв писать подряд, не отрывая ручку. Уже буква-сочетание безотрывно. Потому что безотрывное письмо – действительно полезный навык. Это как для пианиста высшая математика, скоростная игра, чувство эмоций и так далее. Но они приходят после того, как есть правильная постановка руки. У пианистов, например, первые 2-3 недели даже ребёнок играет только одним пальчиком, средним. Не дальше, не другими. А именно почему? Чтобы вот у него эта связь, правильная рука, правильная кисть, чтобы не так, не так, не так, вот этого не было. Он не задумывается в первый день этом и дальше следит, чтобы рука, кисть плавно ложилась. То же самое. Мы даём простое действие, которое переходит в автоматизм, на него накладываем следующее, чтобы он о первом уже не думал. Он о первом действии вообще не думает, потому что это перешло на автоматизм. Когда подключается второе? Он овладел вторым, мы вставляем третий элемент, потому что первые 2 уже перешли в фоновый режим. Он фоново об этом делает. Это делает всё. Поэтапное развитие имеет большое значение. И вот рекомендации, как исправить почерк. Во-первых, это постановка руки, написание элементов, отрывное письмо, обведение. Все очереди проходят одинаково. Так, вот есть генераторы онлайн-прописи, где вы пишете текст, оно пишется таким образом, и ребёнок может обводить правильно, по порядку. Таким образом тоже можно улучшить почерк. Занимайся этим по 10-15 минут, не больше. И вот такая циата в самом конце. Каллиграфия – это музыка, только обращённая не к слуху, а к глазу. И занятие каллиграфией имеет огромное значение для развития мозга. В Японии это специальное направление, которым занимаются, например, в больших корпорациях, обучают своих работников, потому что сочетание координации руки и видение красоты даёт особое ощущение благости и повышают коэффициент трудоспособности, коэффициент качества работы, творческого подхода. Ну что ж, друзья мои, на этом я завершаю. Надеюсь, было интересно и полезно. Возьмёте и будете использовать в своей работе. Ой, благодарю вас. Ага. Так, так, всё. Да, друзья мои, сейчас я выйду из связи. Придёт Татьяна Телегина, и она вам подробно расскажет, как вы можете приобрести сертификаты. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Следите за анонсами. Встретим.